Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, моя маленькая помощница Мася. Сегодня мы продолжаем тему планировки виноградника и разговариваем о том, как и какие сорта лучше размещать на вашем участке. И сразу две оговорки. Мы разговариваем не о промышленных виноградниках, мы разговариваем о наших небольших приусадебных участках. И второе. На вопросы, как мне, то есть вам разместить ваши сорта, я отвечать не буду. Я вам даю направление, я вам даю руководство к действию, а вы уже решаете, что из этого вам подходит, что из этого вам не подходит, исходя из ваших условий, ваших сортов и всего остального. Итак, первый критерий – это сроки созревания. Виноград у нас бывает ультра ранний, ранний, ранний средний, ну и так далее. Удобнее всего размещать именно по срокам. Это и обработки, это и зеленые операции, это и опыление. То есть, ну, целая совокупность различных факторов, которые нам будут удобны. Размещая сорта по срокам созревания, первое, мы, например, самое-самое раннее можем посадить в каких-то местах, там, немножечко затененных, к примеру, да, а самое-самое позднее, наоборот, в самых-самых солнечных, либо если нам потом понадобится, мы видим, что они у нас чуть-чуть не дотягивают по кондициям. Если они сидят все вместе, нам гораздо легче приложить какие-то усилия для того, чтобы поднять им сумму активных температур, сделать, например, какой-то пристенок, что-то еще для того, чтобы они все-таки успевали созревать. То есть, когда они сидят вместе, сделать это будет гораздо проще. Второй критерий – это тип цветка. Мы с вами говорили о том, что у винограда есть физиологически женский тип цветка, он не может сам себя опылять, и ему нужны какие-то друзья-опылители. И в данном случае нам надо учесть два фактора. То есть, садить сорт с женским типом рядом с другим сортом, у которого цветок будет обоеполый, и при этом учитывать первый критерий – срок созревания. Потому что, если вы посадите сорт с женским типом цветка, допустим, очень ранний, с каким-то средним по срокам созревания сортом, они просто будут цвести в разное время. И вы будете думать, что вот этот женский сорт, он плохой, он плохо опыляется. А проблема всего лишь в том, что его некому опылять. Да, они рядом, но они цветут в разное время. То есть, вот эти два фактора обязательно нужно учитывать. Есть еще несколько критериев. Они в меньшей степени будут для столовых сортов, больше для технических. Сейчас я чуть-чуть их коснусь, а потом мы перейдем уже к технической части. Еще один критерий – это сила роста. То есть, есть у нас слаборослые кусты, есть сильнорослые. Соответственно, кому-то можно больше отмерять место на шпалере, кому-то меньше. И слаборослые кусты очень хорошо садить с края нулевыми. Что это такое, оставляю ссылку на видео про формировку винограда. Там, если вы еще не смотрели, не знаете, то увидите, о чем идет речь. Следующий критерий – это устойчивость к заболеваниям. Опять же, в столовых сортах это меньше имеет значение. У технических несколько больше. Поговорим про технические чуть подробнее. Но лучше садить устойчивое с устойчивыми, неустойчивое с неустойчивыми. Потому что, если нам надо будет дополнительная обработка, чтобы нам не ходить частями, не обрабатывать, либо не делать дополнительную обработку тому, кому это не нужно. То есть, это удобно. Но не все критерии мы можем учесть. Поэтому учитываем максимально, насколько это возможно. Также можно еще руководствоваться фактором морозостойкости. То есть, умение морозостойки размещать, например, в одном ряду где-то рядышком. Более морозостойкие в другом ряду. Но, опять же, почему? Потому что вам, может быть, понадобится дополнительное укрытие для менее стойких. То есть, тоже удобно. Ну, а теперь переходим к техническим сортам. И теперь переходим к техническим сортам. Сразу отвечу на вопрос. Стоит ли садить несколько кустов одного сорта, либо посадить несколько кустов разных сортов? Каждый для себя это решается. Я сажу разные сорта. Почему? Потому что я не знаю, в какой момент, какой сорт наберет нужные кондиции. Напомню, что для хорошего вина нам нужно, чтобы виноград набрал все свои кондиции, чтобы он хорошо созрел. Соответственно, может быть неблагоприятный год, может еще какие-то сложатся условия, может быть какому-то сорту не совсем понравится на моих почвах, конкретно в том месте, куда я его определю. Поэтому я высаживаю разные сорта. В дальнейшем, поскольку сейчас у меня уже есть участок побольше, я буду смотреть. Тот, кто у меня хорошо растет, надежно, значит, может быть я буду увеличивать количество кустов. Таким образом, я подстраховываю себя от рисков. Как поступать вам, вы решаете сами. Можно и сразу посадить 10 кустов одного сорта, но понимаете, что если сложатся какие-то неблагоприятные условия, то это не совсем хорошо. Впрочем, они могут и не сложиться. Стоит ли садить технические сорта в перемешку со столовыми? На моем первом дачном участке все сидит в перемешку, потому что засаживали мы его постепенно, докупали сорта постепенно, постепенно определяли еще место для еще одного куста, еще одного куста, поэтому там сидит все в перемешку. Если есть возможность, конечно, хорошо садить их отдельно. Если такой возможности нет, значит, садим так, как получается, учитывая те критерии, о которых я вам уже сказала. И в первую очередь, это сроки созревания. И вот в данном случае устойчивость к заболеваниям. Существует тоже такое мнение, достаточно распространенное. Не раз я его слышала, что за технарями вообще можно сильно не ухаживать. Они как бы растут сами по себе. Ну, а технари, технарям рознь. Тоже как-то мы с вами разговаривали о гибридных сортах при Балтийской селекции. Я рассказывала там про франкоамериканские гибриды. То есть есть сорта гибридные. Они устойчивы ко многим факторам. И к болезням они устойчивы. И к морозам. То есть ко многим неблагоприятным факторам. То есть, конечно, за такими техническими сортами ухода меньше. Но есть европейская классика, которая на самом деле очень неустойчива и очень капризна. Взять тот же Пинонуар. Если почитать его характеристики, даже клонов, то он может растрескиваться, то ему такие почвы не нравятся, то ему всякие почвы не нравятся. То есть сорт достаточно капризный. Взять сорт Дорнфельдер. Тоже почитать описание. К этому неустойчив, к этому неустойчив, к этому неустойчив. То есть таким сортам нужно повышенное внимание и повышенный уход. Если мы хотим действительно снять с них хороший урожай. Да, какие-то франкоамериканские гибриды или те же сорта прибалтийской селекции, они более стойкие. Им такого повышенного внимания не нужно. Более того, я вам уже говорила, когда мы планировали сам участок, вот сейчас под закладку виноградника, что у меня есть технические сорта достаточно позднего срока созревания. Я даже буду испытывать, смотреть, будут ли они вообще созревать в моих условиях. И для них я отвожу самые лучшие, самые теплые места. И для технических сортов мы, конечно же, учитываем, в первую очередь, это сроки созревания. Второе, это устойчивость к заболеваниям, то есть болезненные с болезненными, устойчивые с устойчивыми. Третье, это сила роста. Сила роста у них бывает разная. И, например, если мы садим в одном ряду слаборослый и сильнорослый, наша задача сделать так, чтобы вот этот сильнорослый, малыша этого, грубо говоря, не задавил. В случае, если мы высаживаем несколько сортов в одном ряду, если мы высаживаем один ряд одного сорта, соответственно, тоже у сильнорослых мы можем оставить больше расстояния, слаборослый мы можем посадить плотнее. Я рассказывала, что я сажу в ряду 3 метра. Это мое желание. Я так хочу. Более подробно, почему я делаю так, я расскажу в следующих видео. Но, конечно, слаборослый мы можем посадить и плотнее, потому что пока они дорастут, пока они займут всю площадь шпалера, пройдет много времени, наша задача использовать место, которое у нас есть, максимально эффективно. И еще один критерий – это морозостойкость. Тоже есть сорта те же франко-американские гибриды с очень хорошей морозостойкостью. Есть европейские сорта, которые к морозу крайне-крайне неустойчивы. Соответственно, им может понадобиться еще какое-то дополнительное-дополнительное укрытие. И удобно, когда это все у вас размещено в одном месте. То есть, в итоге у нас получается уравнение со многими неизвестными. Всегда ли возможно учесть все эти факторы? Нет, не всегда. Поэтому хотя бы учитывайте сроки. Это самое первое. И женский тип цветка. Все остальное уже как получается? Если получается учесть вообще все-все факторы, ну, это идеальный вариант. Но, повторюсь, такое возможно не всегда. Если бы у нас были промышленные насаждения, да, мы бы там ряды эти размещали, размещали этот сорт сюда, этот сорт сюда. Но у нас маленькие приусадебные участки. Поэтому мы вместе ограничены, мы в возможностях ограничены. Тоже сначала мы, например, осваиваем одну часть территории, потом другую. Поэтому все-все-все учесть невозможно. Мы лишь можем постараться максимально учесть те факторы, о которых мы проговорили. Насколько это возможно в ваших данных конкретных условиях. Потому что чем больше факторов мы учтем, тем проще нам будет в дальнейшем ухаживать за этим виноградником. Но есть наши желания, а есть наши возможности. К сожалению, они не всегда совпадают. И в завершении, нет схемы посадки правильной и неправильной. Есть удобная для вас и не совсем удобная. Если мы максимально учтем все факторы, нам просто в дальнейшем будет несколько легче обслуживать этот виноградник и ухаживать за ним. Но если по каким-то причинам у нас не получается учесть всю вот эту многофакторную модель, ну ничего страшного, значит делаем так, как получается в любом случае урожаи у вас будут. Напомню, что наш первый участок засаживался постепенно, засаживался так, как у нас получалось. Но тем не менее, это не мешает нам получать с него хороший урожай. Конечно, теперь, имея чуть больше возможностей на новом участке, мы уже некоторые факторы учитываем. Но все равно абсолютно все учесть невозможно. Поэтому руководствуйтесь вашими возможностями в первую очередь. Ну а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на другие полезные видео, будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!